Ирина, какую долю в ваших продажах сейчас занимает рыба и морепродукты? Рыба и морепродукты категория входит в направлении фреш, который занимает у нас около 40 процентов от общей выручки компании. И рыба и морепродукты стоят на шестом месте и в доле около 8 процентов. Как категория в этом году себя вела? Наблюдалось понижение, повышение спроса? Конечно, так как мы в онлайне, пандемия очень помогла нам вырасти. Категория приросла в августе месяце по сравнению с аналогичным периодом 2019 года практически на 78 процентов. И естественно максимальный прирост она показала в марте-апреле. А сейчас как дела идут? Сейчас все продажи практически вернулись на уровень до пандемии. И прирост есть, прирост есть за счет того, что люди уже верят в онлайн и не хотят оттуда возвращаться после пандемии, надеюсь, успешного опыта. Мы растем, да, растем. А какие тенденции наблюдаются? То есть, может быть, меняются интересы в плане именно выбора продуктов каких-то конкретных? Что берут чаще всего? Ну, в пандемии мы увидели четкий спрос на такой эконом-сегмент. Люди ушли, конечно, в экономию, ушли в продукты длительной заморозки, длительного хранения, которые они могли положить себе в холодильник и не думать больше о покупке продуктов. Сейчас спрос практически вернулся на уровень января-февраля. Мы видим, например, четко тренд на потребление порционных продуктов. Это пришло во многом из мяса, из стейков. Сейчас многие производители рыбные тоже предлагают такой продукт, как один стейк, одна порция в одной упаковке. Очень хорошо люди на это реагируют. И учитывая, что сейчас мы уже привозим наши заказы через два-три часа после размещения их на сайте, это очень удобно. Человек может спланировать, что он будет есть на завтрак, обед, чем он может кормить семью и, соответственно, получить к определенному времени свежую рыбу. Ну, вообще, традиционно люди предпочитали, наверное, всегда посмотреть рыбе в глаза, потрогать ее пальцем на упругость, вот эти все советы. Как вы работали, чтобы переломить это мнение, что, понятное дело, когда люди оказались в изоляции, и у них вариантов не было. А вот в целом все-таки, наверное, какие-то усилия приходилось прилагать, чтобы переломить это вот стоявшееся. Мы предлагаем только одни усилия. Мы изо дня в день стараемся возить максимально свежую, качественную продукцию. Мы делаем все возможное. Мы забираем у поставщика рыбу ежедневно, у поставщиков. Максимально комплектуем ее под заказы клиентов и комплектуем перед непосредственным рейсом. То есть мы формируем доверие у покупателя. Стоит попробовать у нас заказать рыбу и понять, что она лучшего качества, на самом деле, чем в оффлайне, когда рыба лежит на прилавке и, ну, некоторое время, да, у нас она исключительно практически только в упаковке поставщика, на льду, во льду и максимально свежая. Ну, вот если так обозначить, какая, какие сложности продажи через онлайн. И как вы решали это? То есть вы меняли как-то упаковку, наверное, да? Вы искали поставщиков? Мы ищем поставщиков постоянно, самых надежных, которые самостоятельно импортируют эту рыбу. Мы упаковываем охлажденную рыбу в несколько, на подушку из льда, в несколько слоев, соответственно, транспортируем термоящиков. То есть, что касается охлажденной рыбы, процесс очень налажен. А есть ли какая-то обратная связь от покупателей? Вот как вы на их запросы реагируете? Что касается качества, мы реагируем, у нас очень большой отдел качества, который разбирает каждую жалобу, каждую претензию покупателя до молекул. Мы и к поставщикам выходим с этими жалобами, да, решаем проблему максимально оперативно. Если смотреть на запросы покупателей по, например, ассортименту или почему-то еще, все практически, что у нас просят, мы заводим. А приходилось как-то ассортимент регулировать с точки зрения того, что какие-то позиции вообще не пошли в онлайне? Конечно. Что не пошло? Ну, я не могу сказать, что есть какая-то группа товаров, которая определенно не пошла. Есть некоторые позиции, бренды, какая-то не совсем понятная нашему потребителю категория, которая не так выстроила, как нам хотелось бы. Например, вот, мне очень удивило, что многие люди просили имитацию икры, да, черную, красную имитацию икры. И она становится популярной из года в год, все большие производители ее начинают предлагать, а у нас она продается не очень, как бы, так как, ну, то есть ее продажи не соответствуют тем запросам, этому количеству запросов, которые на нее было. Интересно очень. А вот если говорить все-таки об участии в этой выставке, как вы оцениваете здесь в этом году World Food 2020? Ну, у нас значительно меньше, признаем, да, чем предыдущие выставки. Реалии этого года все-таки тоже сказываются на этом. Очень много региональных поставщиков и производителей. Если в прошлых годах это все-таки была Москва и Московская область, сейчас больше регионов, но все равно выставка очень полезна. Мы собираем для себя новые контакты и будем обязательно связываться и расширять ассоциумент. Если говорить про поставщиков в вашей категории, то вам интересны поставщики именно продуктов или, может быть, какие-то разработчики их-то решений, которые могли бы еще облегчить вашу жизнь? Ну, мне, в частности, так как мой прямой интерес – это продукты и категория, конечно, интересны продукты. Ну, а с точки зрения того, что нужно как-то их хранить, там, как-то их довозить, вот это все так же рассматривается? Мы, скажем так, принимаем опыт, да, если нам может кто-то что-то лучше, чем это делаем мы, предложить, мы, конечно, это рассмотрим. Но что касается конкретно этой выставки, я не могу сказать, что я нашла для себя тех поставщиков или те предложения, которые бы меня в этой области заинтересовали. Если говорить о планах на развитие, на чем сейчас фокусируетесь в вашей категории? Сейчас мы фокусируемся на нескольких моментах. Это в том числе синергия с известными брендами. Мы уже сотрудничаем очень плотно с компанией «Вкус Вилл», с брендом, которому доверяют максимальное количество наших домохозяек, которые, в общем-то, являются нашими прямыми покупателями, их большинство в нашем портфеле. Будем развивать сотрудничество с северной компанией, с их брендом «Маримания». Наши топы поставщиков, которые из года в год лидеры продаж, это крупные поставщики, такие как «Агама», «Русское море». Очень оперативно выводим все их новинки на рынок, спрашиваем обратную связь у приверженцев этого бренда, понимаем, что они еще хотят покупать именно от бренда, куда нам дальше двигаться. У нас есть отдел B2B, который мы тоже планируем развивать и для наших клиентов из «Форики» или из производств каких-то. Будем предлагать им большие упаковки рыбы по более выгодным ценам. Развивать вообще ассортимент в плане расширения такой нетипичной, непопулярной рыбы, как северная, например. Она очень вкусная и полезная, но, к сожалению, среди нашего потребителя не очень понятно. Сейчас очень много игроков появляется на этом рынке, вместе с ними, в общем-то, приходит конкуренция, которая дает и лучшее предложение в плане ее переработки, то есть появляются уже какие-то разделки. И лучшее предложение по цене, она становится более доступной. И уже есть такие, кто прям горит и думает, как донести вообще весь процесс готовки до потребителя и популяризировать ее в наших семьях. Вы сказали, что северная рыба не очень популярна. А в чем основная сложность с ее доставкой? То есть она от доставки, в общем-то, она вся у нас практически приходит сильно замороженная, потому что продукт все-таки сезонный, да, ее не всегда, не круглый год можно поймать. И она просто не очень знакома нашему потребителю. Наши типичные домохозяйки не понимают, что с ним делать, как ее готовить. И только поэтому, да. А сейчас основная рыба откуда приходит? С Дальнего Востока, конечно. Самая популярная рыба у нас это треска стабильно. Треска у нас с Дальнего Востока, а не с севера как раз-таки? А с севера там что может быть? С севера это омуль, какая самая распространенная рыба. Ну, как раз до этого ваша коллега сказала, что это достаточно дорогая рыба. Она дорогая, да. У себя в Красноярске не могут позволить продавать ее у себя в каждом магазине. Ну, я вам могу сказать, что переработанная рыба под чьим-то брендом, да, например, та же популярная треска или ментай в Москве, она будет стоить не дешевле, чем омуль или что-то еще такое. Она дорогая, да, но для московского потребителя она в общем и целом, ну, где-то чуть дороже, чем такой вот средний сегмент. То есть это такой деликатес-сегмент будет, да? Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok